Траурные процессии, венки, постоянная скорбь. Такая перспектива открывается перед жителями одной из улиц Усть-Каменогорска. Они узнали, что вместо запланированного оздоровительного комплекса рядом с их домами построят ритуальное агентство. Начали за здравие, кончили за упокой. Ведь изначально в этом частном секторе планировали построить оздоровительный центр. Но потом назначение участка поменяли под строительство ритуального комплекса. То есть сюда будут привозить покойников, омывать и провожать отсюда же в последний путь. Жители возмущаются. Они с таким соседством категорически не согласны. Все воды, которые будут просачиваться через их неправильно установленный септик, будут отравлять жизнь людей. Мы здесь просто будем умирать от того, что нас травят люди, которые уже умерли давно. Центральной канализации, со слов жителей, здесь нет. А насколько поможет построенный септик, неизвестно. Людей пугает не только санитарное состояние улицы, но и траурная обстановка, в которой придется жить как им, так и их детям. Да и расстояние не менее 50 метров от жилых и общественных зданий вызывает сомнения в законности. Но владелица будущего похоронного комплекса уверяет, строительство одобрено. У нас здесь разрешение АГИМАТа под ритуальные услуги. Здание под ритуальные услуги. Документы все абсолютно есть. Архитектура дала разрешение на строительство. Если бы документов не было, то ничего бы не начали строить. Оказалось, что СанПИН понятия ритуальные услуги не охватывает. Но при выдаче разрешения на отвод земли под строительство, а выносить тел, речи не было, рассказывают санитарные врачи. К этим материалам по отводу земельного участка была еще приложена пояснительная записка. И в этой пояснительной записке было написано, что там будут реализовываться венки, мраморные плиты, мозаики и так далее. То есть про усопших там разговора не было. По словам жителей, хозяйка ритуального комплекса сообщила, что тела выносить и прощаться с ними будут только до обеда. Да и вообще соседство пусть печальное, но пригодится каждому жителю. Мол, все там будем. Горожан ее доводы не убедили. И они уже написали заявление во все инстанции, чтобы добиться запрета на превращение их улицы в последний путь. Индира Кокимова, Кирилл Ефремов, Усть-Каменогорск.